мне сегодня задали значит ребята мои вопрос по поводу штрафов потому что в интернете можно найти там кучу всякой разной инфы о сингапуре что там за штрафы что всех штрафуют и общем куча статей куча из этого всего какой-то бред просто ну или как бы где то есть не бред но ну скажем так это не идет в массы да как здесь это все позиционирует давайте разберем некоторые некоторые штрафы ну хотя как некоторые ну те что на слуху в интернете те что вот так вот гуляют в интернетах скажем так я это разбираю с точки зрения туриста так как я был в сингапуре сингапуре постоянно идет дождь и сегодня не исключение вот сколько здесь не я нахожусь я нахожусь здесь третий день вообще архитектура в сингапуре мне очень нравится очень крутое сочетание разного рода объектов какие же классные здесь улицы я получаю огромное удовольствие от прогулки мы как раз делали разбирались видео монтажером сингапур разные там всякие моменты как раз он мне тоже задал вопрос по поводу штрафов но что мол типа правда ли вот я тут нашел такое я нашелся кое ребята я сейчас прокомментирую это все делалось с точки зрения туриста не с точки зрения жителя да потому что все таки большинство из нас конечно приезжают как туристы там не живем давайте посмотрим ну допустим первый штраф наверно один из таких самых популярных запрет на жвачку что там что будет штрафоваться на какие-то безумные суммы жуешь жвачку привез жвачку тета на 500 долларов штрафанули в тюрьму посадили плеткой избили нет ребят это все как бы ну частично миф такого нет у меня у самого есть жвачка я приезжаю и как бы особенно катаюсь я по разным местам у меня с собой жвачка лежит там в сумке никто тебе не штрафует что запрещено запрещено если ты хочешь импортировать жвачку да там те там блоками это ты все дела везешь вот это делать запрещено импорт жвачки запрещен продаж жвачки запрещено запрещено и штрафы там но они как бы могут варьироваться естественно это все дело не дешево что важно жевать жвачку вы будете жевать на улице к вам никто не подойдет ничего не будет вас там изо рта у вас выдергивать эту жвачку и позже тащить вас в бобики в каком-то в тюрягу такого не будет запрещено реально как бы поливать это по сути утилизации жвачки это относится вообще к общему как бы к мусорине но вообще вы мне скажите да вот если там выплевывают жвачку вот вам приятно когда там у вас во дворе плюются там жвачки да там это все налеплено то есть закон абсолютно как бы такой он относительно правильный точки зрения соблюдения чистоты и вообще ноги куда растут я вам сейчас напомню если вы это знали когда-то но забыли сингапур вообще это один из самых туристических городов в мире туда приезжают 15 миллионов туристов ежегодно вообще сингапуре проживает 5 миллионов прижать 15 миллионов представляете да то есть в три раза больше туристов чем местных жителей туристы приезжают делают что хотят естественно да да следующий момент сингапур это казино если вы не знали вот вам открытие не просто какие-то там казино одни из крупнейших в мире казино и вот марина байсэнс это казино это казино это курорт он приносит деньги знаете сколько он приносит денег нам сказали что вроде как вот прошлом году это было около пяти пяти миллиардов сингапурских долларов он на третьем месте в мире лас-вегас по-моему один второй макао и третий вот этот сингапурский центр казино в мире да но это неважно как вы себе представляете казино вы приезжаете казино ковры отели все вот это вот дело и когда-то давно то есть во первых это туристы приезжают там как короче казино все эти вот дела игрища жуют выплевывает все это в отелях везде ковры где-то там еще что-то это все надо чистить это все большие расходы это расходы там да ну у них даже жилищные компании жаловались да там государство что там приходится тратить 150 тысяч долларов ежегодно это фиг знает когда сейчас по нынешнему курсу это было бы гораздо больше денег нужно было тратить там огромное количество денег для того чтобы это все дело чистить следующий момент транспортная система допустим вы там в лифтах вот эти вот жвачки до нужно было первых жкх сингапурским нужно было проводить вот эти вот чистки от этих всех жевачек тоже большие расходы транспортной системы где-то ездит метро еще что-то вот это все залепляют налепливают под стулы под кресло лепят люди все это прилипает естественно тоже жаловать в итоге что было решено сделать абсолютно правильная ситуация решили полностью запретить продажу жвачки чтобы не было соблазнов потому что ну реально были большие расходы посчитали все это дело начали штрафовать компании по продажам жвачки первый штраф был по моему это в размере 2 тысяч долларов последующие это уже ну понимаете везде пишут тюремные заключения но нихрена да то есть это суд естественно тебя просто так не забирает не бросают в тюрьму то есть тебе делают предупреждение раз тебе делать штраф на 2000 долларов 2 если ты продолжаешь продавать жвачку ты уже идешь в суде там как бы объясняешься и тебе выносят там как бы какой-то приговор на какую-то сумму но и потом уже бьют плеткой и бросают в тюрьму да конечно неплохо унывать ты сейчас ситуация понятно понятно если вы везли свою жвачку пожевать там никто вас дергать не будет ни за что жуйте себе но правильно и утилизируйте в мусорку киньте следующий момент да вот как раз плевки в общественных местах тоже штраф ну штрафы такие же как на жвачку ну там зависимости от курса есть сингапурский доллар есть американский доллар ну плюс-минус там 500 баксов если вы будете плевать если вы будете выплевывать жвачку и вас за это заметит я на самом деле признаюсь вам честно что видел определенных местах где-то бычки где-то хотя это запрещено где-то там какие-то бумажки я это видел вы не ходите там по золотому тротуару тоже можно натолкнуться на какую-то грязь но вообще закон правильный да вот даже кстати в калифорнии когда катался на машине по калифорнии там тоже я увидел где-то штраф что типа там 1000 долларов если вы будете из окна автомобиля выбрасывать какой-то мусор там да вот едешь там банку кока-колы швыронул допил ее там да или бургер сожрал коробку выкинул куда-то если тебя спалили куда-то отправили или на камеру засекли или еще что-то короче ты можешь сразу же быть оштрафован на штуку баксов поэтому это как бы не только сингапур такой вот жесткий с такими штрафами это на самом деле много где есть ну и как бы да вот у нас если вы выезжаете куда-то за города в этом идете на природу у вас там насрано везде бумажки мусор вам это приятно нет я бы тоже честно говоря ввел бы сумасшедшие штрафы бы на все это дело чтобы держать в чистоте и природу и город я думаю что это как бы круто что вот такие штрафы чтобы люди были как бы в чистоте и порядок следующий момент подключение к чужому вай-фай тоже вот тут написано что типа до 10 тысяч сингапурских долларов короче либо три месяца тюрьмы ребят вот ну скажите мне вы когда последний раз подключались чему-то чужому я это в принципе не делал здесь ник никогда у себя до в москве в сингапуре но вы я думаю это наверное последнее что вы будете делать искать как бы подключение к чужому вай-фай бредовая вообще в целом мысль может быть где-то такое есть но если честно вывод сингапуре в любом кафе у вас вы подходите подключаетесь к вай-фай станции метро подключаетесь к вай-фай торговые центры там еще это места у вас есть вай-фай отели вай-фай ну то есть вай-фай есть практически везде и чтобы там искать кого-то где-то подключаться кому я сомневаюсь уже что в принципе это кто-то делает потом следующий момент даже если вот но я там нашел кого-то я сижу подключился к чужому вай-фай как он узнать что это именно я вот я сижу тут человек дал там куча людей вокруг как он узнает что это я подключился к его вай-фай и подаст именно на меня там в суд чтобы меня штрафанули посадили куда-то но он хакер или них одну как бы тоже я в этом сомневаюсь следующий момент нельзя ходить голым даже у себя дома штраф 2000 сингапурских долларов или три месяца тюрьмы но вообще честно говоря это правильная история тут имеется ввиду не ходить у себя дома голым а чтобы тебе видели здесь ты с открытыми окнами щеголяешь да там очень много где там камеры стоят особенно там в жилых центрах там понимаете у нас вот такие вот окошки маленькие а в сингапуре много где у вас дома ну там же жарко постоянно и это кстати в эмиратах такая же тема окна от потолка до пола открытые да там как бы кондиционеры включены ведь ты как на витрине плюс еще раз повторяю 16 миллионов туристов ежегодно туристы приезжают живут в отелях огромное количество отелей то же самое там классные модные отели и прежде всего я думаю что этот закон он был как раз таки направлен против того что туристы приезжают гуляют веселятся выходят на балкон и голые там своими причиндалами трясут сингапур очень мультикультурный город там разные религии конечно там особенно если мусульмане и раз вы там у вас огошеньки на балконе стоит да или там из окна виднеется вот поэтому я думаю что просто как бы жаловались были в этой всей истории поэтому ввели штраф ну как бы тоже абсолютно логично в принципе ну как бы ничего такого нет а то что если вы у себя дома будете там за закрытыми шторами ходить голых то делайте что хотите или там в отеле если у вас все закрыто грешил ли я этим ну пусть будет маленькой нашей тайны на вот еще до 1 штраф если вы не воспользуетесь кнопкой слива туалете 150 баксов не знаю как это контролируется вот сколько я там гулял как турист я в принципе как бы смываю за собой меня нет такого правили ну как бы сделал дело и гуляй смело гуляй смело но перед этим нажми кнопку слива ладно не буду это не встречался не знаю и не слышал еще одна туалетная тема что во многих лифтах сингапура установлены детекторы мочи и если человек сходит в туалет в лифте то включится сирена лифт заблокируется и приедет полиция ребят он немножко как бы попахивает бредом то есть мне кажется что кто-то ну как бы для того чтобы хайпануть на каких-то этих историях во первых вот я сколько там был в сингапуре я ни в одном лифте не видел не слышал про какие-то сирены во первых как бы везде есть камеры то есть сингапур город на камеру везде камеры по периметру везде камеры даже в лифтах установлены камеры в каких-то таких современных зданиях если небоскреб или еще что то будете кататься или отели везде есть камеры вопрос зачем нужен какой-то датчик еще дополнительный у тебя и так есть камера это первыми то есть попахивает бредом следующий момент ну как вы представляете сигнал кто будет в лифтах ходить в туалет ну как бы камонгайс возможно такое есть где-то там ставили в каких-то там не знаю каких-то определенных местах где это наблюдалось и там решили поставить какой-то такой датчик зачем ты меня спалил извини это моя работа как в фильмах да с лазерами как она миссия невыполнима ли том круз там спускается где-то там у тебя там датчики всякие да тут датчик на мочу том круз украл все остался незамеченным но пошел пописал в лифте и его схватили сразу же пища в общественном транспорте штраф ну короче 500 баксов на самом деле логика в этом есть абсолютно правильная потому что в общественном транспорте в сингапуре ездит очень много людей сингапуре ограничивается количество автомобилей поэтому там общественный транспорт это ну все пользуются общественным транспортом тоже давайте честно да вот вы сидите там в автобусе да и представьте к вам рядом подсаживается человек начинает открывать свой бургер да там капуста что-то падает кетчуп вот это вот стоит вот этот запах на весь автобус вам это нравится ну как бы я думаю что это вам не понравится вот и сингапуре как в городе который очень передовой технологичный который стремится за чистоту естественно вот это все дело сделали для того чтобы создать общий комфорт внутри общественных пространств не помню чтобы я встречался с кем-то кто кушал в общественном транспорте вы со своей едой туда войти можете прийти вы туда можете вот но самое главное это не есть и давайте пойдем дальше чуть-чуть я нашел еще один закон закон о том что запрещено петь там общественных местах дома если это раздражает окружающих считаю что это бред ну в смысле в том что может быть где-то этот закон и есть но это я думаю что относится не только как бы пению это к шуму до распространено опять же к шуму который вредит окружающим слышь сосед можешь чутка потише мне сейчас очень хреново вообще возьмем азиатские страны там же популярные всякие там караоке все что с этим связано но представьте если у вас там за вы дома у себя у тебя соседней квартире там стоит орд до утра и пьяные азиаты орут там какие-нибудь свои караоке будет ли тебе прикольно думаю что нет я думаю что это не какой-то такой там отдельно выделенный какой-то закона да я думаю что в целом нацелена на то чтобы люди не шумели в каком-то таком формате поют ли в общественных местах да конечно поют ну вот я там бегал в сингапуре есть набережные да где там стоят играют на гитарах также вот эти уличные певцы никто их не хватает не штрафует есть специальные места да где там точно также играет музыка огромное количество там ресторанов баров пабов есть специальные места вдоль набережных где можно посидеть во всяких там ресторанах и заведениях где играет музыка и живая и какая угодно абсолютно это как бы нормально просто не орите на балконе песни штраф за ну типа я только спросить штраф о том что вот есть очередь и кто-то там нарушает эту очередь и лезет вперед всех вообще я с этим не встречался штраф 500 баксов вообще в азии много где особенно популярного китайцев китайцы лезут прям на пролом и пофиг я это садим встречался и в аэропортах стоишь в очереди кто-то проталкивает пропихивается да там есть такие товарищи которым плевать вообще на все очереди я думаю что тоже в сингапуре наверное для того чтобы был какой-то порядок и бахнули штрафы за это а вот еще к жевачкам я хочу добавить я совсем забыл на самом деле жевачки там зубные вроде как запрещена реклама но их найти мол можно где-то я сам не покупал жевачки в сингапуре не задавался этим вопросом не смотрел вроде как зубные жевачки для лечения зубов для запаха изо рта приятно вроде как это дело можно найти рыбалка ребята вот это тоже интересно что есть штрафы в сингапуре показывается короче где в центре у вас штрафы за рыбалку 3000 долларов тоже я считаю что дело правильное если такие штрафы да есть такие штрафы но почему это ну во первых как бы представьте да то есть опять же туристы вот приходят вы гуляете да и у вас все там в рыбаках этим забродах червяков копают и короче вы сидите у вас торговый центр луи виттон продается кучи шоппинг-мол казино и рыбаки с червяками вот это вот сидят там да ну немножко не сочетается все это такой диссонанс определенную представьте у нас там да вот красная площадь кремль зарядье и все будет в этой рыбаках и замуж конечно есть я не помню я не видел ну как бы камон есть определенные места выделенные под рыбалку да пожалуйста куча таких мест но который не про рыбалку да но не про рыбалку штрафы за оставленную воду после полива цветов guys я их с этим вообще не встречался ребят штрафы за кормление обезьян тоже это там несколько тысяч долларов почему как бы казалось бы да напоминаю сингапур дальше у вас идет малайзия дальше вас идет таиланд таиланде вот я катался на пляж обезьян где там походит кормят обезьян обезьяна это может могут что-то вырвать где-то обезьяны такие прям агрессивные сингапуре просто решили этот вопрос там взяли штрафы фигакс и никаких тебе кормления обезьян обезьянок тебе не прибегают не скачут ничего и не бегают в сингапуре по центру города у вас плюс к этому зачем кормить особенно там в каких-то парках этих обезьян когда у них есть специальный корм там есть специальные люди специально обученные которые этим занимаются то вдруг вы кинете . но не есть это обезьяна можно болеет что-то может ну пойму все что хочешь может быть абсолютно правильный закон потому что опять же я вам говорю куча туристов то есть все в городе направлено нацелена на туристов которых больше чем местных жителей вот и все решили проблему нельзя кормить птиц на улицах тоже там штраф может быть в там в тысячу долларов почему чистота опять же да ну представляете да вот этот когда вы там разбрасываете как в венеции до площадь сенмарка вы разбрасывать эти семки все такое куча голубей все это классно но потом уборщики оттирают говно от этих голубей которые засрали все одно то же самое чтобы не кормили чтобы эти птицы не прилетали не обсирали все там просто все просто не надо их кормить и все птички эти найдут где им попитаться в сингапуре я уверен что как передовом городе в городе государстве там решили эту проблему штрафы для автолюбителей штрафы для машин запрещено на бесплатных парковках оставлять машину на ночь но вообще напомню что чтобы иметь машину в сингапуре нужно кучу бабла потому что в сингапуре там ограничения на количество автомобилей которая может ездить по дорогам там определенные квоты если у вас есть уже машина но априори вы скорее всего там не бедный человек поэтому будьте добры ставьте свою машину там где надо если вы оставили машину тоже несколько тысяч долларов штраф если вы оставили машину с включенным движком газы не приветствуется нет автомобилей не любые другие газы в сингапуре не приветствуются и штрафы до несколько тысяч долларов опять же до встали вы рядом чей-то дом открытое окно офис или еще что-то да а вы со своими там газуете все это идет под окна ну кстати грамотная тема штрафы если вы будете там курить там где не положено курить надо в положено специально отведенных местах если вы курите там где не положено тоже будет штраф 1000 долларов вообще ребят давайте как бы откровенно что ну вообще нужно быть конечно человеком в любом месте мусорить пакостничать вот это в любом случае не очень хорошее дело чисто не там где убирают а там где не мусорит поэтому мы за чистоту и порядок штрафы в сингапуре вот штраф в сингапуре это их дело мы можем чему-то научиться что-то взять такого как бы хорошего положительного для себя все в сингапуре и Продолжение следует...